Апелляционный суд Одесской области изменил меру пресечения двоим активистам, участникам событий в летнем театре Игоря Бея и Сергея Стерненко. Адвокаты первого добились для подзащитного назначения ночного домашнего ареста. При этом в своих показаниях Игорь Бея не отрицал, что бросил в толку баллончик с краской и настаивал, что его целью был не Дмитрий Головин. А вот адвокаты Сергея Стерненко в ходе процесса утверждали, что главный потерпевший свидетель событий начальник областной полиции занимается фальсификацией, избегая визита в суд. Так, прокуратура предоставила документы о том, что Дмитрий Головин находится на стационарном лечении. Однако адвокаты говорят, что в этот период он был на службе. Суд отказал в решении первой инстанции. 60 суток СИЗО с правом залога заменили на личные обязательства. Сергей Стерненко теперь намерен жаловаться на действия судей первой инстанции, подкрепив намерение решением апелляции. Решение сегодня апелляционной инстанции подтверждает вынесение заведомо неправосудного решения судей Приморского суда Иванова, который отправил меня в СИЗО с возможностью внесения заставы непомерно великой в размере 600 тысяч гривен. В соответствии, я буду обратиться к ВИЗ Ради правосудия с вимогой притягнуть до ответственности судью Приморского суда Иванова за вынесение заведомо неправосудных решений. Теперь активист обязан лично являться в правоохранительные органы для дачи показания. 600 тысяч гривен залога возвращаются губернатору области Максиму Степанову.